Приветствую друзья, с вами канал ProTaxi и сегодня мы поговорим об очередной наглости Яндекса, но сначала немного рекламы. Если вы таксуете на своем собственном автомобиле, то проблема его страхования лежит именно на вас. А если у вас есть разрешение на перевозку, то вам необходима страховка с отметкой такси. В январе страховщики уже подняли стоимость полисов за счет расширения тарифного коридора. А многие компании вовсе отказываются оформлять вам полис, причем делают это втихаря, просто затягивая прием документов или ссылаясь на их нечитаемость. Если вам нужно застраховать машину под такси и избежать при этом проблем с отказом или чрезмерной ценой полиса, обращайтесь по номеру, который сейчас видите на экране, он же будет в описании к ролику, и страховой брокер подберет для вас наиболее выгодное предложение. Этим вы поможете продвижению моего канала. Мы уже привыкли к тому, что компания Яндекс проникает во все сферы нашей жизни. Яндекс.Поиск, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер, Яндекс.Деньги, Яндекс.Музыка, Умный дом Яндекса. Везде Яндекс. Да и собрались мы тут, потому что подавляющее большинство из нас работает Яндекс.Водителями в Яндекс.ЖТакси. В том числе и я. И вчера в моей двери постучались еще Яндекс.ГИБДД и Яндекс.Суд. Если вы следите за моим каналом, то знаете, что я катаюсь с постоянно работающей на торпеде видеокамерой и прошу пассажиров пристегнуться. Попутно я слежу за рейтингом, поскольку это и является целью эксперимента. И в очередное утро вижу очередные улучшения. На картинке явно видно, что с момента получения первого и пока единственного кола идут сплошняком пятерки. Их уже штук 30-40, не меньше. Не ставят даже четверок, а значит пассажиры вполне довольны поездками. Но внезапно я получаю сразу два сообщения подряд о том, что я нарушаю правила дорожного движения. И пожаловались на меня именно пассажиры. Меня обвиняют в нарушении ПДД во время поездок, то есть во множественном числе. И просят сконцентрироваться на безопасности пассажиров. Это меня-то. Одного из немногих, кто требует от пассажиров пристегнуться. Просят позаботиться о безопасности. Ну хорошо, безопасность это серьезно, поэтому я хочу знать, что именно я нарушил и кто это зафиксировал. Чтобы обвинить кого-то в нарушении ПДД, нужно самому знать ПДД. Ну а иначе как этот кто-то поймет, что я именно нарушил, а не действовал строго в рамках правил. Пишу в поддержку. Мне приходит ответ, что пользователи аж несколько раз жаловались на поездки со мной, и поэтому нужно соблюдать ПДД и стандарты сервиса. А иначе мне перекроют доступ. То есть, мало того, что не ответили на мои вопросы, так еще и повторно угрожают. Мне вот интересно, почему не перекрыли доступ тому наркоману, который всадил непристегнутую госпожу Горощенкову в столб? Наверное, на него не жаловались. Но самое главное, вот на этой шкале аж несколько недовольных пассажиров. Где? Их нету, там одни пятерки. Я повторно задаю вопрос, в каких поездках и что конкретно я нарушил, и каковы полномочия того пользователя, который зафиксировал эти нарушения. Я что-то не припомню, чтобы возил инспектора ГИБДД или судью при исполнении. Только ГИБДД или суд имеют право вынести постановление о нарушении ПДД и назначить наказание. А отключение от заказов сервиса – это именно наказание, то есть лишение водителя возможности зарабатывать. Тупой бот ответил, что поделиться алгоритмами он не может. И в очередной раз попросил соблюдать ПДД и стандарты сервиса. Я вновь попытался узнать, что я нарушил, но чат был закрыт. И вот тут у меня, что называется, пригорело. Во-первых, откуда возьмутся жалобы при наличии одних только пятерок? Во-вторых, кто эти люди, которые знают ПДД лучше меня и чем они могут подтвердить свои знания? Я не припоминаю, чтобы от пассажира требовали паспорт и водительские права при установке клиентского приложения. Ну и в-третьих, наказывать за нарушение ПДД имеют право только ГИБДД и суд. Причем в обоих случаях нужны конкретные обвинения и веские доказательства вины. Здесь их нет. Если вы хотите, чтобы я еще сильнее заботился о соблюдении стандартов сервиса, может быть мне следует начать требовать от пассажиров наличия масок и перчаток, а в противном случае отказывать им в поездках? Я могу. Я ради этого готов даже сам ездить в маске и перчатках. Есть одно предположение, но проверить я его, увы, не могу. Возможно, кто-то из пассажиров поставил мне низкие оценки и ткнул галочку опасное вождение в отместку за требование пристегнуть ремень. Но система посчитала эти оценки несправедливыми и удалила. Есть же такой функционал у Яндекса. Но галочка опасное вождение, видимо, осталась. И тогда получается, что это недоработка программистов. Уже в который раз. На этом у меня все. Не дайте себя обвинить в нарушении ПТД. До встречи.